ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госавтоинспекция дала некоторые разъяснения по поводу того, как теперь быть с паспортом транспортного средства. Документ, напомню, с 1 ноября перевели в электронный формат. Первое и самое главное, менять бумажный ПТС на виртуальный не нужно. Но если очень хочется, то можно обратиться в МРЭО с соответствующим заявлением. Если паспорт утерен, пришел в негодность или полностью заполнен, в ГИБДД, как и прежде, выдадут дубликат. ТРАССА 101 В России может появиться еще одна автомобильная марка. О ее создании задумалось предприятие Автотор в Калининградской области, где сейчас делают Киа, Хёнде и БМВ. Завод обладает всем необходимым для производства собственных авто, а его мощность довольно внушительная. Более 200 тысяч легковушек в год. Задуманное может быть реализовано в ближайшие 10 лет. ТРАССА 101 До конца этого года Peugeot обещает запустить в России продажи кроссовера 2008 следующего поколения. Стоимость новинки пока неизвестна. Оснащена она будет бензиновым турбомотором мощностью 100 либо 130 л.с., трансмиссия шестиступенчатая механика, либо шестидиапазонный автомат. Среди опций 10-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, отделка салона кожей. ТРАССА 101 Автопром постоянно генерирует новые фишки. Уж не знаю, будет ли такой полезной разработкой от компании Skoda, но она запатентовала светящийся замок ремня безопасности. Если водитель или пассажир сел, красный. Когда пристегнулся зеленый. Разработчики говорят, что в первую очередь такая штуковина пригодится родителям, для того, чтобы видеть, пристегнули ли они ребенка. ТРАССА 101 КИА в начале следующего года собирается изменить свой логотип. Главное отличие в том, что все три буквы будут соединены цвет белый либо черный. Это является частью концепции, согласно которой южнокорейская компания будет делать ставку на выпуск гибридных машин и электрокаров. Ожидается, что в ближайшие четыре года в линейке КИА появится минимум 11 электромобилей. На их разработку планируется потратить 25 миллиардов долларов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова